Всем привет! Это четвертый выпуск рубрики «Роскошная жизнь». В предыдущем выпуске я говорил об автомобилях, девушках и домах Поля Пагба. Но теперь пришло время того, кого вы ждали и просили – Серхио Агуэро. Но сначала подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Поехали! Аргентинец тщательно скрывает от прессы, где он живет. Но мне удалось узнать, что аргентинец владеет тремя домами. Первый дом Серхио находится в Олдерли Эдж, графства Чешир, что совсем недалеко от самого Манчестера. Его стоимость составляет порядка 3 миллионов фунтов. Там, кстати, проживают еще несколько известных игроков – Рахим Стерлинг, Давид Де Хеа и Питер Крауч. Второй дом Агуэро расположен в Майами, штат Флорида. Он обошелся аргентинцу в 5 миллионов долларов. В доме есть 5 спальных комнат, несколько гостиных и шикарная кухня. Также немаловажно, что с одной стороны у него есть выход к воде, откуда футболист вместе с родственниками частенько отправляется на прогулку на яхте. Третье жилье аргентинца только в стадии строительства. Агуэро приобрел огромную квартиру на 65-м этаже, строящегося в Манчестере жилого дома, который будет пятым по высоте в Англии. Амбициозный проект обойдется ему примерно в 4 миллиона фунтов стерлингов и даст футболисту вид на стадион Этихат с высоты птичьего полета. Аргентинский форвард настоящий лавелас. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Первой любовью и впоследствии первой женой Агуэро была дочь Диего Марадонны Жанин. Молодые люди познакомились в 8-м году, а уже в 9-м у них родился сын Бенджамин, чьим крестным отцом стал Лионель Месси. Но долго брак не продержался и в 13-м году Жанин объявила о разводе со звездным супругом. Второй пассией Агуэро была аргентинская певица Карина Техеда с невероятными голосовыми данными. Девушка собирает стадионы у себя на родине, часто поет с детьми, а ее песни популярны во всем мире. Как видите, девушка не худенькая, но вполне харизматичная, чем, наверное, и покорило сердце футболиста. После Техеды у Агуэро начался роман с футболисткой Манчестер Сити Тони Даган. Их часто видели вместе, но пара никак не комментировала свои отношения. Сейчас девушка выступает за Барселону. Возможно, что из-за этого пара и распалась. Если помните, Агуэро в 14-м году мог оказаться в Барсе, но тогда команда выбрала Луиса Суареса. Следующей жертвой Агуэро стала аргентинская модель Лола Манин, которой на момент отношений с футболистом было всего 18 лет. В августе 18-го года их застукали в одном из кафе, но Агуэро проверил слухи о романтических отношениях с девушкой. Сказал, что они просто друзья. Ну да, конечно. А в конце 18-го года Агуэро видели уже с другой пассией, эффектной Зои Кристофоли. Девушка работает в модельном бизнесе, кто бы сомневался, и проживает в Вероне. У Зои очень запоминающаяся внешность. Не только из-за пластики лица, но и из-за интересных татуировок, которые покрывают ее тело. Кстати, в Инстаграм на нее подписаны более 400 тысяч человек. А уже в марте 19-го года Агуэро приписали роман с британской моделью и актрисой Тейлор Варт. Девушка является студенткой, также работает диджеем и участвует в реалити-шоу. По выходным она отдыхает в Дубае и на Ибице. Вполне вероятно, что слухи о романе с Агуэро она придумала сама. Но нам это не помешает познакомиться с ее фотографиями. Агуэро является одним из лучших нападающих в АПЛ. И при этом у него один из лучших автопарков в Англии. В гараже у Серхио хранится Lamborghini Aventador за 500 тысяч долларов. У этой красотки двигатель мощностью 750 лошадиных сил, а до сотни она разгоняется чуть меньше, чем за 3 секунды. В конструкции суперкара широко использовано углеволокно, благодаря которому вес машины составляет всего 1500 килограмм. Вторая машина Агуэро – Range Rover за 100 тысяч фунтов. Благодаря уникальной комбинации несравненной изысканности, неподвластного времени дизайна и безупречным возможностям, которые Range Rover демонстрирует на всех поверхностях, этот автомобиль неоднократно служил королевской семье, а также принимал участие в экспедициях в суровых условиях и превращался в безопасную крепость на колесах. Также Агуэро владеет Audi R8, которая оценивается в 125 тысяч евро. Для эксклюзивности Серхио попросил нанести на диски автомобиля цифру 10 и прозвище «Кун». Мощность этой машины – 420 лошадиных сил, а до сотки километров в час она разгоняется за 4,5 секунды. В Audi позиционируют эту сверхмощную модель в качестве яркого автомобиля для выходного дня. Еще один монстр в коллекции Агуэро – Nissan GTR. Ее цена составляет 150 тысяч долларов. Суть этого суперкара в постоянном совершенствовании. Поэтому технические характеристики, управляемость и комфорт постоянно улучшаются. До 100 километров в час тапсор разгоняется за 2,5 секунды. У Агуэро есть только один настоящий друг, проверенный временем. Это Лионель Месси. Они дружат с самого детства. Лео практически на год старше Куна, что не мешало им выступать вместе за юношеские сборные, где дружба только крепла. Оба до сих пор играют в национальной команде и привыкли разделять между собой все радости и печали. Регулярно созваниваются, списываются, поздравляют друг друга с важными датами и достижениями. А еще делят в лагере сборной Аргентине один номер на двоих. Если вдруг кто-то пропускает вызов, другой живет в комнате один, без соседа. Агуэро и Месси связаны и родственными узами. Лео является крестным отцом сына Серхио, Бенджамина. Друзья мечтают играть не только за одну сборную, но и за один клуб. Но Барселона все никак не решится на этот шаг. Может, Сити попробует пригласить Месси? Также Агуэро дружит со многими известными людьми не из мира футбола. Например, дружеские отношения Серхио поддерживает с певцами Марком Энтони и Джастином Тиберлейком. Еще одним другом вне футбола можно назвать колумбийского певца Малуму, концерты которого Агуэро частенько посещает в Европе. Как оказалось, кроме футбола у Агуэро полно других занятий. И как он только успевает все это делать? Футболист, как и все представители Латинской Америки, очень любит музыку. Поэтому иногда балуется джиджеингом. Вот, например, прошлым летом он выступал на Ибице под псевдонимом Диджей Кун. Серхио обожает водные виды спорта. Футболист любит кататься на сапе, а также на водных мотоциклах. Но больше всего Агуэро любит рыбачить. В основном он это делает в своем доме в Майами, в компании друзей и родственников. Также он много времени проводит с сыном Бенджамином, который очень на него похож. Несмотря на то, что Агуэро получает ребенка всего на неделю в месяц, они успевают сделать все, что задумали. Вместе они посещают футбольные матчи, играют на приставке и в аэрохоккей. Гуляют по парку, занимаются рыбалкой и, конечно же, играют в футбол. На этом у меня все. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, а также на мою страницу в Инстаграм. А в комментариях напиши, о ком бы ты хотел услышать в следующем выпуске. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok